Итак, сегодня я расскажу, как делать ссылки на объекты в программе C-Web. Открываем нашу карту, которую мы создали. Ну и, допустим, для примера возьмем некоторые объекты, на которых научимся делать ссылки. Допустим, значок аварий. Допустим, индикатор. И, допустим, пускай будет текст. Ссылка. Что мы делаем? Берем, допустим, объект, нажимаем кнопку Quick Dynamics и выбираем, что при нажатии на эту кнопку у нас будет открываться главная страница контроллера в системе мониторинга. Нажимаем, выбираем контроллер. PG-Easy в данный момент. Нажимаем ОК, ОК. Все, мы присвоили. Дальше значку с тревогой. Нажимаем кнопочку Quick Dynamics. И, допустим, при нажатии на эту кнопку мы будем попадать на страницу контроллера, где будут отображаться его аварии. Выбираем страницу. Выбираем наш контроллер. Нажимаем ОК. А, допустим, на ссылку мы хотим перейти на другой экран. Мы хотим сделать дополнительный экран, например, на котором мы нарисуем отдельно CHM. В подробностях выведем больше информации. Соответственно, нам нужен дополнительный новый экран. Что мы делаем? Мы нажимаем на кнопочку Main на наш дисплей правой кнопкой. И выбираем Add Display. Появляется меню. Пишем его название. Допустим, CHM. Нажимаем ОК. У нас появился новый дисплей. В этом дисплее я уже приготовил заранее ссылочку. Покажу, как это делается заново. Берем также ссылку. Пишем ссылка назад. Выбираем, опять же, Quick Dynamics. И выбираем Изменить дисплей при нажатии. Выбрали. Выбираем дисплей. И выбираем наш главный дисплей, на котором мы работали. Ставим ОК. ОК. А на главном дисплее, точно по такой же технологии, мы добавляем ссылку на дисплей с CHM, который мы нарисовали. ОК. Дисплей. CHM. ОК. ОК. Все. Не забываем сохранить проект. Проверяем, что все у нас в порядке. Создаем нашу карту. Архивируем ее в формате ZIP. Вот наша карта. И заходим в BOSS. В BOSS выбираем нашу карту. Загружаем ее. Карта успешно загружена. Все ОК. Проверяем. Идем в меню. Объект. Карта. Что мы видим? Вот наши объекты, которым мы присвоили ссылки. Если мы нажмем сюда мышкой, мы попадем на главную страницу контроллера PGA EASY, тот, который мы выбрали. И можем сразу начать с ним работать. Стрелочкой назад мы можем вернуться. Если мы нажмем на значок аварии, то мы попадем сразу же в меню аварий по данному контроллеру, который мы ранее указали. Теперь, если мы нажмем на слово ссылка, мы попадем на новый дисплей, который мы с вами создали для прорисовки, допустим, CHM. И разместили ссылочку, на которую, если мы нажмем, мы обратно попадем на наш главный экран. По такой технологии можно брать любые объекты по своему усмотрению, присваивать им разные ссылки на разные меню в системе мониторинга. Можно делать таким образом несколько экранов. Там, насколько я помню, до 8 экранов поддерживается работа с ссылками. То есть, можно основную карту разбить на разделы и для удобства увеличивать ее путем перехода с одного экрана на другой. Все просто, все быстро.